Поздравить только что, посольство Германии выдало мне шенгенскую, германскую виду. Короче, другими словами, Жека только что от Рима в Аусвайз. Да. Так что поеду в Германию, позырю на их, как это по ихнему, это женщина, фрау, фрау, да. А как мужчина по ихнему? Сам ты хер, что ты ругаешься. А, что мужчина так будет? Хер. Это что получается, что у них фрау по улицам с хер не гуляешь? Это, конечно, прикольно. Я, правда, один раз видел фрау с хер, она Евровидение выиграла. Ну ладно, вернемся к теме. Короче, говорят, что немцы самый, Вася, педантичный народ. Так вот, эти педанты, Вася, выдавали мне три месяца, Вася, эту шенгенскую визу. Короче, не важно. Дальше, значит. Для того, чтобы получить эту шенгенскую визу, надо принести им справку о том, что у тебя на счету есть 3000 баксов. Вася, если я приду в банк и положу на счет 3000 баксов, то мне выпишут справку, что я дебил. Отвечаю, честное слово. Дальше. Справка с места работы. С этим у меня вообще напряг. Это что мне, получается, подойти к каждому терпиле, у которого я мобилу отжал, и попросить у него акт выполненных работ или что? Еще теща, кстати, прицепилась недавно. Она говорит, Жека, Жека, возьми меня с собой в Германию. Я говорю, мама, а что же вы в 43-м, когда вас немцы, Вася, самолично звали, вы не поехали, а? Обиделась что-то, я не знаю. Ну что-то я отвлекся, Вася. Короче, насобирал я все эти бумажки и стал готовиться к собеседам. Ну, решил познакомиться с этой, с немецкой культурой. Значит, после просмотра этой немецкой культуры, мнение о немцах сложилось двоякое. Значит, судя по нашим фильмам, они все время воюют. Судя по ихним фильмам, Вася, они все время тракают. Да. Короче, захожу в посольство, говорю, всем привет. Этот главный фриц на меня, Вася, смотрит, говорит, спрэхензи дочь, типа. Ну, типа, знаю ли я немецкий. Я думаю, ну что, зря всю ночь немецкую культуру изучал. Я говорю, не фирштейн, ну, типа, в совершенстве, я говорю, знаю, да. Короче, дальше разные вопросы были. Знаком ли я с немецкой культурой? Есть ли у меня родственники в Германии, Вася? Я, короче, ему так говорю. Значит, с вашей культурой знаком весь наш двор, с немецкой культурой, да. А родственников своих я в лицо даже меньше знаю, чем вот этих всех ваших уборщиц и сантехников. Ну вот, ну как в лицо вот. Короче, Вася, выдали они мне эту двухнедельную Василию и сказали, значит, если я до этого времени не уеду, они меня сами, Вася, депортируют. Я говорю, спасибо вам, господа, на обратный билет тратиться не придет. Короче, я, значит, пошел в аэропорт, а вы, пока меня не бойтесь, живите четко, не косяще. Я в дьюти-фри еще, пока зайдю. Э! Куда полетел, ебаный?